Тяжелая черепно-мозговая травма, сломанная челюсть, гематомы. Вот чем закончился отдых в столичном кафе для 21-летнего парня, который по воле судьбы оказался не в то время, не в том месте. Напомним, произошло все 29 января. На пути подвыпивших гостей, отметивших день рождения товарища, встретился молодой парень, который у входа в заведение ждал такси. Избив его непонятно за что, разъехались. Уже потом стало известно, что шумная кампания состояла в основном из милиционеров. У инцидента были десятки свидетелей, однако попытки помочь молодому человеку никто не предпринял. Я рядом находилась. За столиком сидел молодой парень с тремя девушками. Потом к ним подошел мужчина, который отдыхал вместе с шумной кампанией. Сказал девушкам, что он сотрудник милиции. Они поговорили. Он к своим вернулся. Посидев еще немного, парень с девушками ушли. Минут через 15 в туалет зашла группа молодых людей. Среди них был тот самый парень. У него было лицо в крови. Я спросила, что случилось. Он сказал, что его избили. Я думаю, что к его избиению причастна та самая кампания. Девять дней правоохранители пытаются выяснить, кто же причастен к избиению. При том, что есть видео с камер наблюдения, коих в кафе 15 штук и как минимум две засняли драку. Однако лица, по словам правоохранителей, определить невозможно. За это время по разной информации к избиению были причастны и представители Первомайского РОВД и Аламединского Чуйской области, а также гражданские. Однако в ГУВД отмечают, обвинять кого-либо пока рано. Свидетелей не хватает. А вот подозреваемых около 20 человек. Среди них и сам именинник Азамат, предположительно сотрудник Аламединского РОВД Чуйской области, который, по словам свидетелей, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение, не может вспомнить точное количество гостей, присутствовавших в тот день. И Шейлабек, его коллега, который работает в Первомайском отделении милиции и которого опознала одна из девушек, сопровождающая потерпевшего. Возникает вполне закономерный вопрос. Неужели дело пытаются замять? Сейчас идет расследование. Те, которые девочки работали там, они никак не могут опознать, то есть конкретно не могут показать, в чем следствие проводится. И так быстрее, как бы вам сказать, чтобы побыстрее разобраться этим делом, не хватает свидетелей. Значит, никто не хочет сотрудничать со следствием. Там конкретно не могут показать, вот этот человек был или не был. Все это время, параллельно с правоохранителями, отец пострадавшего ведет свое расследование. В отличие от милиционеров, видео с камеры ему помогло. Он смог выяснить имена четырех мужчин. Данные эти он передал оперативникам. А сегодня я установил, доказал по видеоматериалам, что именно сбил сотрудник милиции, оказался сотрудником милиции. Угрожал ли. Вот вчерашнего дня я телефон отключил, об этом я заявление дал. Вот так в данный момент проводится расследование. В состоянии молодого человека врачи оценивают как удовлетворительное. Завтра его выпишут домой. Однако вспомнить лица нападавших, по словам отца, он не смог. На следующий же день, после избиения, родные парни написали заявление в Ленинский РУВД. Однако четыре дня никаких действий для раскрытия дела там не предпринимали. Есть заявление и в Ленинской прокуратуре. Также подключился к делу столичный ГУВД. Родственники парня обращаются к президенту, министру внутренних дел и депутатам Джугурку Кенеша с просьбой проконтролировать ведение расследования, чтобы виновные не ушли от ответственности и понесли справедливое наказание. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.